Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад, а тема будет такая. Как скоро я встречу нового мужчину? Как скоро я встречу новую любовь? Как скоро новый мужчина войдёт в мою жизнь? Неважно. То есть здесь будет сейчас речь идти о новых отношениях, о новой любви, о знакомстве и так далее. Все думайте, кто хочет новых отношений, девочки? Кто хочет? Сейчас будем смотреть. Давайте, чтобы вы понимали, насколько для вас это будет верным расклад. Я буду сейчас давать вашу характеристику. Кто вы сейчас на данный момент? И если то, что я буду говорить про вас, всё с вами будет сходиться, значит, скоро вы познакомитесь с новым молодым человеком. Если вы чувствуете, что не сходится, что-то как-то та же на середине, 50 на 50, значит, возможно, встреча будет не скорая, а через какой-то. Может быть, через полгода, через год. Вот, понимаете? То есть чем для вас будет правильным и верным кто вы и что вы, да, тем вернее будет для вас этот расклад. Если вы понимаете, что вообще не подходит, это не вы, значит, вообще не смотрите, это не ваше, и здесь я уже помочь не могу. Я не могу вам предсказать, когда вы встретите мужчину. Итак, девочки, сосредоточились, сейчас думаем, да, о новых отношениях. Итак, кто вы, кем вы являетесь на данный момент? Отлично, ещё. Супер. Ещё. О, потрясающе. Ещё. О, боже мой. Это шедеврально. Здесь, по-моему, на процентов 80 у всех отыграется то, что я сейчас буду говорить. Ну, потому что так карты упали, и я буду сейчас просто их только читать. Понимаете? Вот смотрите. Для кого этот расклад будет верным, и кому стоит этот расклад смотреть до конца? На вопрос, да, встретите ли вы новую мужчину, появится ли новый мужчина в вашей жизни. Вы сейчас на данный момент та женщина, которая полностью управляет своей судьбой, своей жизнью. Вы управляете другими, может быть, у вас свой бизнес, свой дом, семья. Вы зарабатываете деньги. Вы очень сильная, вы очень темпераментная, очень сексуальная женщина. Неважно, кто вы по национальности. Вы же дама. Возможно, земного знака зодиак – это козерог, телец, дева. Или же вы обладаете такой же характеристикой, что и земной знак зодиак. Женщина очень стабильная, степенная фигура, очень женственная любительница. Всего такого, знаете, натурального, естественного. Прекрасная хозяйка. Очень уютно, красиво дома. Оттенки даже в жилище. Это светло-зеленый, бирюсовый, светло-коричневый, золотистый, бежевый, светлый, сливочный цвет. То есть все цвета природы для вас очень гармоничны и притягательны. Потому что вы отвечаете за саму, знаете, как мать-земля. За саму вот эту энергию земную. Дальше. Возможно, у вас очень красивые волосы. Я не знаю, наращенные, ненаращенные – это не важно. Но у вас очень красивая кожа, у вас красивые волосы. Кстати, может быть, вы имеете повышенную волосатость. Это тоже возможно. Но это естественно. Не нужно здесь смущаться тоже. Это нормально. Это нормально. Может быть, вы на данный момент собираетесь куда-то уезжать, менять место жительства. Кто-то на ПМЖ, кто-то едет просто командировку, кто-то по делам, кто-то на отдых, кто-то увидит своих родных, едет на родину. Сейчас даже, возможно, на данный момент у вас уже есть поездка какая-то запланированная. Кто-то на своей машине. Здесь девочки, которые водят машину, кстати. Может быть, многие из вас сейчас меняют машину или покупают машину. Кто-то из вас, вернее, кто-то, может быть, идет на сдачу прав, хочет получить права. Я бы еще так сказала. Если вы сейчас покупаете машину, покупайте трех цветов. Это однозначно светлая машина, белая машина, серая машина или же красная, оранжевая. Вам вот эти цвета сейчас очень будут подходить. Хотя можно и темную тоже попробовать, например, там, знаете, мокрый асфальт, что-то такого плана. Ну, кто-то, если хочет черную, тоже можно. Дальше. У вас очень хорошая интуиция. Здесь меня смотрят 80% ведьм. Не надо пугаться слова ведьма. Ведьма переводится как ведущая, знающая. А у нас все с высшим образованием. И попадаются та женщина, у кого и два, и три высших образования. Я таких лично знаю, как мне на консультации приходят. Очень умные женщины, потому что много всего знают в этой жизни. Поэтому бояться слова ведьма не стоит вообще. Это не та, которая летает на метле или бабаешка из русских советских сказок. Нет, это не совсем, это вообще не то. Поэтому у вас потрясающая интуиция. Скорее всего, вы идете по роду своему, как ведущая. У вас, скорее всего, в роду жили женщины сильные, целительницы, ведьмы. Женщина, которая обладает мистическими знаниями, помогающими людям в прошлом. Или что-то, заговоры какие-то делали, заговоры даже. Интуиция потрясающая. Вы получаете в своей жизни информацию через сны, через знаки судьбы. Да, может быть, из вас кто-то и практик, кто-то таролог здесь, кто-то эзотерик. Да, и это нормально. Так, еще что? Еще что? Да, еще у вас есть мужчина из прошлого, который никак не может вас отпустить. Мужчина с очень сильным, харизматичным характером. Под стать вам такой же очень яркий, амбициозный. Кстати, знака зодиак может быть лев, скорпион, овен, козерог, телец. Да, мужчина вот с таким собственным эгоизмом, таким неким я, я, я. Ну, в принципе, все. Вот даже сейчас, на данный момент, есть девочки, которые меня смотрят именно в машине. Может быть, вы сейчас куда-то едете, и вы меня смотрите. Это расклад для вас, девочки, для вас. И еще. Есть такие, которые на днях видели сны. Сны очень вещи яркие были. Может быть, вам через сны шла информация о том, что вы скоро познакомитесь с мужчиной. И то, что вы сейчас смотрите этот расклад, этот расклад, опять же, для вас. Вот то, что я сейчас сказала, если у вас сейчас сходится по вас, вот то, что я прочитала. Все, смотрим до конца этот расклад. Итак, идет ли вам срок, давайте сделаем, давайте далеко забегать не будем. До конца 19-го года, до конца декабря 19-го года. Не люблю я делать эти большие расклады, я и так постоянно их раскладываю. Зачем на длительный срок не имеет смысла, потому что в жизни все меняется. Итак, да, идет ли к вам мужчина в ближайшее время, до конца 19-го года. Познакомитесь ли вы с новым мужчиной в своей жизни. Войдет ли в вашу жизнь новый мужчина. Да, еще, 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 окей, о-о-о, отлично. Девочки, для вас, ну для многих точно, здесь будет неким ударом, потому что никто не ожидает, что он познакомится. Вот вы сейчас слушаете меня, и вы настолько уже привели к тому, что вы одиноки, что тот несчастный рептилоид, который у вас был до этого, то есть вы с ним никак определиться еще не можете. И у вас уже такое некое внутреннее осмысление, что, ну типа я одна буду уже до 80 лет точно. Нет, девочки, может быть я с кого-то ошарашу. Но я вам хочу сказать, что до конца 19-го года здесь у большинства есть шанс познакомиться. Только вы не готовы, абсолютно не готовы. Это знаете, когда ты видишь молодого человека, и он вам говорит, ну мужчина говорит, здравствуйте, то есть как вы прекрасно выглядите, например, и ты тут же начинаешь смущаться, голову опускать, глаза, и куда-то бежать уже. Так тебе мужчина подошел, уже все, он с тобой хочет познакомиться. Чего тут стесняться? Надо сказать, да, милый, я тебя ждала. Я последние полгода смотрю Яна Гюрер, и она про тебя столько интересного рассказывает. Конечно, знакомимся, чем и встретим лучше. Потому что здесь знакомство идет, девочки, здесь идет мужчина молодой вам. Молодой может быть действительно как по возрасту молодой, он также может быть и по внутреннему ощущению, по характеристике молодой, понимаете, лет ему 50, а внутри ему все 20. Сколько таких мужчин? Миллион. Поэтому и вы здесь все, ой, боже мой, что ж мне делать, как же мне быть, я с мужчиной познакомилась. Ой, батюшки, счастье-то привалило. Девочки, вам нужно быть просто готовым, готовым к новым знакомствам. Чисто психологически, будьте готовы. Не надо сейчас делать такой вид, типа, что Яна тут несет. Я говорю, как есть, вы хотели расклад на новые отношения. Все, я говорю вам, что вы познакомились до конца 2019 года. У вас к этому все предпосылки есть, ставить уже точку надо, на своем бывшем уже. Надо вперед идти. Старший Аркан Мир тоже об этом говорит вам. И по девятке Пентакли хватит работать с утра до вечера, и в субботу, и в воскресенье. Найдите время хотя бы куда-то выйти. Чтобы встретить хорошего мужчину, надо еще и выходить. А не помимо работы и дома где-то так в промежках бегать. Мужчины там не бегают, там, где вы бегаете, понимаете? Мужчины знакомятся в нормальных местах, их надо вылавливать, понимаете? Выходите хотя бы куда-нибудь. Ничего делать не хотите. Вы мужчину хотите? Ой, идем дальше. Хорошо. Да, кстати, будьте все наготовы до конца 2019 года, чтобы все выглядели очень красиво. Кто хотел похудеть? Худеем. Кто хотел постранить странеем? Кто хотел поменять свой гардероб на какой-нибудь, я не знаю, там, а-ля Франция? Меняем, меняем, меняем себя полностью. Цвет волос кто хотел пойти перекраситься, постричься? Давайте, давайте, начинайте. До конца 2019 года мало времени осталось. Мужчина идет. Вы должны выглядеть как девятка Пентаклей. Понимаете? Вот это вот красота, понимаете? Неестественная. Нет, естественная. Ну, над этим нужно поработать, чтобы было очень естественно, понимаете? Особенно, да, особенно, здесь касается именно женщин, которые постоянно работают. Работают как дусь и агрегат. И на время ни на что не хватает. Девочки, находим время на себя. Всегда это должно быть время, в первую очередь, на себя. Ну, и напрягаться, в принципе, не нужно. Да, здесь особо не надо бегать где-то и вылавливать. Не надо. Здесь нужно просто выделить хотя бы себе время и выходить куда-то, чтобы встретить-то его. Потому что он может выйти и познакомиться с вами везде, где угодно. Так, как вы его знаете? Как мне часто говорят вообще в личных приемах. Яночка, а как я его узнаю? Я иногда думаю, боже мой, как она хочет сказку от меня услышать. Ой, что я сейчас, я ей что сейчас предскажу? Такого принца просто на белом коне. А как он будет? Давайте посмотрим, хорошо. Как он будет выглядеть? Все хотят сказку слышать. Никто не хочет, да, для этого ничего сделать. У нас мы же все работаем, деньги зарабатываем. А принца все хотим. Итак, как вы его увидите, да? Какой он будет? О, вышел. Тут как тут. Закрытый мужчина, неоднозначный трудоголик. Такой же, как вы, кстати, деньги тоже любит. Зарабатывает. Экономит. Да, экономит. Но, сразу скажу, не бедный, не нищеброд. Если будет что-то такое говорить, он просто жадный. Он не хочет перед вами сразу открыться и сказать, милая, я олигарх. Ты же замуж за меня хочешь, да? Нет, девочки, вот этого не ждите. Мужчины, кстати, самые богатые мужчины, они никогда не говорят, что они олигархи. Они никогда не показывают, что они богатые. Это, ну, не глупые мужчины. Только глупые мужчины говорят о себе, что я такой богатый, детка, садись, покатаемся. Понимаете? Здесь мужчина идет не глупый. Это уже хорошо. Деньги зарабатывать умеет. Кстати, очень стабильный, спокойный мужчина, у которого уже что-то есть за спиной. Дом, машина, квартира, понимаете? Обеспеченный мужчина. Еще какой он будет? Он такой очень спокойный. Если вы чувствуете, что он не спешит, да, он неторопливый, он взял ваш номер телефона, а звонит через несколько дней, а не сразу. Не надо бояться, не надо думать, что-то там непонятно. Просто мужчина, он все делает спокойно, обдумав, он никуда не торопится. Здесь такой мудрый мужчина, сильно он знает, что он хочет. И если он вам позвонил, знайте, что вы ему нужны. Я вам говорю сто процентов, потому что он в необдуманных поступках не делает. Еще. Еще какой-то мужчина будет. Давайте посмотрим. Да, я же говорю неторопливый. У него есть своя машина, кстати. Есть. Ездит, я даже могу рассказать, как он ездит. Он ездит очень плавно, очень аккуратно, очень спокойно. Это не гонщик-шумахер, понимаешь, где говоришь. Осторожно, осторожно, еще обляпаемся. Нет, он как надо трогается, как надо останавливается, куда надо тебя может подвезти. Да, если нужно будет даже откроет тебе дверь, чтобы тебя оттуда, так скажем, чтобы ты вышла. Здесь мужчина джентльменом может быть. Он очень аккуратно следит за своей внешностью, за своей речью, за своим карманом, за своим кошельком. И он никогда не будет, кстати, тратиться на какую-то ерунду, на какую-то мелочь. Он любит, он лучше купит дорогое, хорошее, качественное, чем какую-то ерунду, которая поломается очень быстро и нужно будет опять заново что-то покупать. Здесь мужчина такой, знаете, пентакливый, такой добротный. Вы же дама пентакли, правда? Я же вам характеристику вначале давала, как дама пентакливая. Вы же знаете ценность и вкус жизни, правильно? И здесь мужчина такой же идет, такой же, как вы. Я не могу сказать, что он король пентакливый, потому что он не вышел, как король пентакливый. Но у него характеристика вот такого пентакливого человека, понимаете? А это говорит о том, что вы с ним будете на одной волне. Идем дальше. Так, еще какой-то будет мужчина. О, кстати, у него тоже будет очень хорошая интуиция, как у вас. Готовьтесь. Это мужчина с вами, слушайте, одного полиягода. Да, карта жрица. Может быть, у него мама ведьма. Может быть, у него в роду жили женщины такие. И ему это тоже передалось. Он очень хороший психолог. Он очень хороший и тонкий мужчина, который все понимает, чувствует. Ему бесполезно врать, потому что он все видит насквозь. Может быть, он будет делать такой вид, улыбаться, чтобы... Да, 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 милая, я тебе верю. На самом деле он верить не будет. Потому что у него чуйка есть. Он тоже идет как ведьмак, понимаете? Мужчина, который обладает магическими способностями. И если вы в него влюбитесь, а потом будете думать, чё это я постоянно о нем думаю, я понять не могу. Он что происходит, а? Он же вроде бы не аланделон. Естественный какой-то, нормальный, как все. Чё я о нем думаю? Потому что он уже о вас думает. У него энергетика, подающая вам импульсы. А вы ее схватываете и ходите с этой энергией. Думаете о нем, понимаете? Потому что у него самого есть способности. Идем дальше. Еще кто это будет мужчина? Чтобы вы характеристику, да? Характеристику. Чтобы вы понимали, какого вам ждать мужчину. Это мужчина, профессионал своего дела. Это мастер в первую очередь, да? Он трудоголик. Девочки, такая же, как вы. Вы идете, как девятка Пентакли. Он идет, как восьмерка Пентакли. Чуть-чуть, вот чуть-чуть, и уже будет практически как вы. Потому что вы слишком много работали в своей жизни и достигли вот этой вот девятки Пентакли. Когда я наслаждаюсь уже тем, что я заработала. Я кайфую от работы. Я уже покупаю себе все. А он на подходе, он еще зарабатывает деньги, потому что ему нужно что-то скопить. Возможно, он хочет приобретать, приобрести, вернее, в будущем какое-то, ну, какое-то имущество. Бизнес, например, да? Дом, квартиру, машину. Что-то. Этот человек для этого и работает. Видите? Это уже хорошо. Дальше. Еще, еще. Какой будет это мужчина? Еще. Да, немножко он закрытый. Но не бойтесь. Мужчины, они вообще все закрыты изначально. Потому что они как-то по своей природе всегда первые как-то боятся. Вот женщины. Ну, раньше мужчины же лет сто назад были совершенно другие. Абсолютно. Там и время было другое. Там Сталин был, понимаете? А сейчас иногда смотрю на мужиков, иногда думаю, господи, Сталина на тебя не хватает, блин. Сделал бы у тебя сразу нормального мужика. Здесь то же самое. Закрытый боится. Боится. Да, и трудоголик он, он с утра до вечера на работе. У него нет свободного времени расхаживать, где-то знакомиться, искать себе кого-то. Ну, нету, понимаете? Вот у вас же нету, вы же не можете познакомиться с мужчиной, потому что кроме работы дома вообще практически ничего не видите. Ну, или, может быть, какие-то там магазины. Пятерочка там. Кстати, очень хорошо знакомиться. Сейчас секрет скажу. Очень хорошо знакомиться в магазинах. Нет, серьезно. Нет, не пятерочка. Туда не заходят они. Перекресток и Виктория. Зайдите туда после семи вечера. Туда заходят одинокие мужчины. Абсолютно одинокие мужчины с одной кординочкой. Ну, средних лет. И они практически часто покупают полуфабрикаты для того, чтобы прийти домой, быстро что-то себе так, так скажем, пожарить, что-то себе там быстренько положить, покушать и отдохнуть. Это очень часто видно. Это можно, кстати, можно познакомиться. Приходите после семи, восемь, девять. Вот там ходят очень часто одинокие мужчины, потому что они покупают. А там все продается, ну, в розничном как бы, да. За витриной ты можешь попросить, тебя отрежут. Все. Ты дома только разогреешь, быстро подогреешь. И ты можешь это кушать. Виктория и Перекресток. В пятерочке нету. В ленте их нету. В магните их нету. Они там, где вот такие вот магазины, где что-то продают уже полуготовые. Поэтому, девочки, можно... И не надо, знаете, прям там самой за... Не надо. Вы просто посмотрите на него, и он уже все, он уже в твоих глазах все прочитает, что он несчастный. Ну, ей-богу. А вот стоишь и смотришь, думаешь, боже мой. Вот симпатичный мужчина, да. Ну, так, если немножко его пострить еще, курточку хорошую ему там купить, да. То есть выбрать ему купить. Ой, будет приходить домой на все готовое. И не нужно ему ни в какие Виктории ходить, ни в какие перекрестки ходить. Ничего себе полуфабрикаты покупать и не нужно. Он будет приходить домой, ему и щи, и борщи, и салаты, и пироги, и торты. Ему все будет, и любящая, красивая жена будет встречать. И да, он будет... Его будут ждать дома, а так его дома никто не ждет. Но никто его дома не ждет. Так, ладно, все, это мы отвлеклись. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Смотрим еще, какой у нас будет вот этот мужчина, да. То есть какой нам идет мужчина. Еще, 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 еще. Да, еще, еще, еще. Ага, еще. О, да, еще, еще. Ого, отлично. Отлично, девочки. Этот мужчина, который расстался, он остался один. У него были отношения, он завершил эти отношения. Он одинокий. Я вам говорю точно. Это не женатики здесь. Здесь мужчина идет одинокий. Он поставил точку, он развелся. Какой-то, знаете, период реабилитации, где он должен сейчас встать на ноги, как бы, да. И он хочет новых отношений. Мужчина очень сексуальный, кстати, с хорошей потенцией. Я думаю, с хорошим размером. Ну, вот видно, да, размер. Например, очень яркий, очень темпераментный, очень солнечный, такой зажигательный, понимаете. Он и танцует красиво, и смеется шикарно, и у него чувство юмора прекрасное. То есть с мужчиной во всех смыслах очень хорошо. И за столом, и в постели, да. И если надо будет ярко поругаться, тоже можно будет, да, страстно. Поэтому, тем более, что мужчина хочет секса. У него, вот у меня здесь по ощущениям просто идёт, да, что у него давно уже воздержание. Ну, так как он поставил точку прошлых отношений, видать, женщины у него не было. А так как здесь идёт рыцарь кубков, это карта, ну, сексуальная. Дальше здесь идёт старший аркан солнца, и ту жезл. Ну, ну, просто вообще джентльменский набор. Понимаете? Здесь мужчина прям вот то, что нужно. Ой, господи, я же прям сама захотела. Ладно, идём дальше. Так, давайте посмотрим. Ой, давайте посмотрим, когда вы с ним познакомитесь. Будет сейчас, ну, что идёт? Октябрь, да? До конца октября вы с ним познакомитесь? В ноябре вы с ним познакомитесь? В декабре вы с ним познакомитесь? Ого! Ну, отлично! Ну, это же отлично, девочки! Кто-то до конца октября, кто-то в ноябре, а кто-то и в декабре. Потому что здесь и карта короля кубков, да? То есть сама любовь, сами чувства, вы будете сами готовы на столько... Я не знаю, может быть, это уже там ближе к Новому году, да, на вас романтика прям так давит, и вам хочется уже просто даже с кем-то познакомиться, да? И что уже просто пик, пик всего, да, знакомства на большой процент здесь придёт именно даже на декабрь месяц. Я даже могу сказать, девочки, большинство из вас, Новый год, вы не будете одиноки, вы будете с кем-нибудь отмечать с этим мужчиной, я так полагаю, с этим мужчиной. Готовьтесь! И в октябре уже начинаются тоже. Кто-то из вас будет знакомиться, кто-то из вас будет встречаться, переписки какие-то там начнутся уже. Вы где-то познакомитесь, но только не сидите, не на работе, не дома. Я не знаю, выходите в перекрёсток, выходите в Викторию магазин, если у вас есть в вашем городе. Просто, я не знаю, мне так повезло, у меня там, где я живу, шесть или пять магазинов, просто в моём радиусе. Я могу в любой магазин ходить, я не знаю, через каждый день. Я просто их всех там вижу, всегда, постоянно. Мужчин после шести, после семи, после восьми, в девять часов, в десять часов они приходят. Они вот ходят, они вот что-то себе полуфабрикаты покупают, оплатят. Ну, видно, красивый мужчина, да, статный, всё. Но он одинокий, у него нету никого. Это видно по лицу. Я как психолог же вижу, что у него никого нету, он одинокий. Всё, ну, девочки, ну, давайте, ну, что вы здесь... Не надо, я не знаю, там, первый прыгать на шею, не надо. Просто, когда мужчина на тебя смотрит, ну, улыбнитесь хотя бы. Я не знаю, кто посмелее из вас, моргните. Кто ещё посмелее? Ну, отправьте ему воздушный поцелуй. Посмотрите, что будет с мужчиной. Если вообще ещё хотите, сейчас скажу такой момент. Встаньте там, где там иногда продают какие-то вещи для машины, да. Вот кто, даже если у вас машина есть, неважно, прикиньтесь глупой. Позовите, скажите, ой, мужчина, посмотрите, пожалуйста, вот я хочу купить себе вот это, вот это. Как вы думаете, он будет так долго разглядывать эту этикетку, пытаться прям вам помочь, что там прочитать. А это вам и надо. Ну, слово за слово договоритесь, господи, ну, блин. Есть, там не говорят, Яна, как познакомиться? Девочки, есть миллионы способов познакомиться с мужчиной. Но сделайте первый толчок. Выберите объект. Он вам нравится? Вот объект мужчины, вот вам нравится, да, все, рост, вес, глаза, все, на все. И ищем тут же, как это в магазине можно сделать, даже на улице можно сделать. Ой, мужчина, посмотрите, пожалуйста, там что-то у меня сзади. Ой, мужчина, а вот здесь, вот здесь на куртке у меня, что-то... Понимаете, здесь можно миллион всяких причин найти, чтобы мужчина на тебя обратил внимание. А потом побольше юмора. Мужчины любят, знаете, женщин веселых, интересных, с интеллектом, с чувством юмора. Если даже он какую-то мелочь вам сделал, просто скажите, ой, мужчина, я вас люблю. Вы посмотрите, какая у него будет реакция. А знаете почему? Потому что мужчине, вот любому, никто никогда не говорил, я тебя люблю из-за какой-то мелочи. Никто! Когда ты ему говоришь, что я тебя люблю, вот из-за какой-то мелочи, у него такая реакция на тебя, он на тебя уже другими глазами смотрит. Чужая женщина, вот за это тебе сказала, она тебя любит. Попробуйте! Вот вы посмотрите, что будет с мужчиной. Ну ладно, все, хорошо. Так, вам совет. Девочки, вам совет. Совет, совет. Как вам поступить и что вам делать, чтобы привлечь мужчину? Вот этого мужчину. Вот то, что я сейчас говорила, да, я вам советовала от себя, что у меня как бы по жизни, что мне, я когда мне говорят, что красивая женщина не может познакомиться с мужчиной, для меня это всегда дико. Познакомиться, это не проблема, было бы желание. Давайте, смотрим. Вам совет. дьявол. Вы видите дьявола, девочки, мне жарко, мне жарко. Дьявол, будьте дьяволицей. Мужчина, кстати, таких и любит. Да, не нужно быть дьяволом, прям, знаете, таким в душе. Будьте дьяволицей в глазах, будьте страстной, темпераментной женщиной. Женщина, это тоже, знаете, некое искушение для мужчины. Так встаньте для него искусительницей. Искушайте его, искушайте его. Понимаете, тем более, такой мужчина идет. Чего его не искушать-то? В пятерочке, не в пятерочке, господи. Виктория, искушайте его. На улице вы искушаете. Встретили? Все, искушайте мужика пополный. А что еще с ним делать? Все. Побольше страсти и огня. Девочки, мужчины не любят холодных женщин. Вообще. Ни в постели, ни в жизни, ни на улице, ни в магазине. Не любят. У женщины должна быть харизма внутренняя, природная, женская. Понимаете? Вот это внутренний женский магнетизм. Куда мужик? Прям как пчела на мед. Понимаете? Поэтому одевайтесь очень ярко. Не надо экстравагантно, чтобы прям как на клоуна было похоже. Не надо. Просто добавьте. Сейчас, тем более, что у нас осень. Все одеваются в серое. Понимаете? Вы добавьте какой-то некий... Если в глазах ничего у вас не сияет, не горит, добавьте, я не знаю, красную губнушку. Понимаете? Когда вы будете разговаривать с мужчиной, пусть он смотрит на ваши губы. Делайте акцент на что-то, на вашу сексуальную привлекательность. Мужика нужно приманить. На что? На внешность. Интеллект потом будете показывать. Понимаете? Многие чувства юмора тоже. А потом все остальное. Ну, постепенно надо, постепенно. Еще вам совет. Да? Не надо страдать. Убирайте прошлые стереотипы. Поменяйте себя уже. Что вы привыкли по десятке как жезлов таскать на себе все, весь тяжелый груз? Вот у вас тяжелые две сумки. Скажите, ой, мужчина, пожалуйста, вы мне не поможете. Вот хотя бы сюда на улицу вынести, пожалуйста. Он вам не на улицу вынесет, он вам до подъезда донесет. Я вам говорю серьезно. Только сделайте это все красиво, по-женски. Понимаете? По-женски. Вспомните, что вы женщина. И сделайте это все красиво. Он до подъезда. Если надо будет, еще и поднимется вам, поставить эти сумки. Это не проблема. Нужно это все делать очень красиво, очень таинственно. Не надо с каким-то грубым таким голосом мужским. Помните фильм, как его, «Джазе только девушки». Как его, «Помни, что ты девушка». Я девушка, я девушка, когда она там ходит. Девочки, вы тоже, вы должны помнить, что вы девочки. Все, вы девочки. Это даже не женщина уже. Вы девочки. Вы милые, нежные существа, ласковые, понимаете, улыбающиеся. Все прекрасно. Поэтому, так, чтобы больше мне не ныли в комментариях, Яна, сделайте расклад, когда появится новый мужчина. Все, Яна вам предсказала новый мужчину, чтоб все до конца декабря познакомились с новыми мужиками. Все, это вам прям как задачу я дала, чтобы все ее выполнили. Вот такой был расклад. Девочки, мои красавицы, я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Спасибо, что остаетесь со мною, а со мной не скучно никогда. И пусть у вас будет все хорошо. Пусть рядом с вами будут настоящие мужчины, которые будут носить вас на руках. И чтобы вы были счастливыми. Всегда. Спасибо, всех люблю. До скорых встреч.